Вау, какой широкий монитор, никогда таких не видел, только представьте, какие там полосы загрузки. Программы, наверное, устанавливаются очень долго. Умные мысли часто преследуют его, но он быстрее. Друзья, всем привет, меня зовут Макс, у нас с вами сегодня попытка понять умные мемы. Мария Антуанетта, 1783 год. Мария Антуанетта, 1793 год. Значит, сейчас расскажу. Дело было так. Идёт Мария Антуанетта по улице такая, насвистывает себе радостную песенку. Ей так, извините, вы королева Франции? Такая, да. Пойди сюда. Ляжь. Она такая, ну это же гильотина. Ляжьте, пожалуйста. Она такая, ну ок. И это хрязь по шее. Задача, когда мне было 4, моей сестре было 2. А сейчас мне 44, сколько моей сестре? Программист, 44 минус 4 минус 2 равняется 42. Тестировщик, сложная задача, ей может быть 42, но также ей может быть 43. Ведь в условиях не говорится, когда у них дни рождения. Также у неё может не быть живой. Наконец, вы могли думать, что она ваша сестра. На самом деле у вашей мамы был роман с другим мужчиной. И в результате женщины, которая младше вас на 1-3 года, на самом деле не ваша сестра. Но ваша мама могла дать вашу сестру настоящую, сестру на удочерение. И тогда она, вероятно, старше вас. Видите, как всё непросто на самом-то деле. Наконец, вы можете думать, что ваша сестра мертва. На самом деле она стала космонавтом в секретном правительственном проекте и путешествует по космосу со скоростью близкой скорости света. Тогда ваша сестра будет стареть медленнее вас, так что ей сейчас может быть даже меньше 41 года. Xiaomi выпустила новый пауэрбанк, который помимо зарядки устройство может согреть ваши руки зимой. Инженер. Сэр, в этом продукте есть проблемы с перегревом. Продукт-менеджер. Ну, это может быть и особенностью. Так вот, почему мой компьютер греется. В нём нет проблем, это просто специально. Если я буду на улице сидеть, я могу руки об него погреть. Когда свадьба? На горизонте. А что такое горизонт? Горизонт — это воображаемая линия, я даже вам скажу, которая удаляется по мере приближения к ней. Правильно. Мы по геодезии проходили всё это. Четыре. Фрактал плюс ноль фрактал. Ой, какой фрактал? Чё я несу? Этот не фрактал, а как он, как он, как он, как он? Четыре факториал плюс ноль факториал плюс пять факториал плюс восемь факториал плюс ноль. 5 факториал равняется 40 585. Идеальный баланс. Ну, короче, прикол в том, что 4 факториал, это когда вот 4 умножаем на 3, на 2, на 1. Плюс 0. Факториал это будет 0. Плюс 5 факториал. 5 умножаем на 4 умножаем на 3 умножаем на 2 умножаем. Ну, на 1 не обязательно умножать. Дальше. Плюс 8 умножаем на 7, на 6, на 5, на 4, на 3, на 2. И, в общем, получается, да, баланс такой интересный. 40 585. Ну, как бы, да, мем, с одной стороны, правильный, но, с другой стороны, мы же планету загрязняем и электростанциями, и бензиновыми двигателями. И поэтому, убрав хотя бы какое-то зло в виде бензиновых двигателей для окружающей среды, то пенчевают загрязнения. Но, с другой стороны, тогда нужно будет больше электростанций для того, чтобы заряжать все автомобили. Тут сложный вопрос. Девушки, это алый? Нет, это красный, парни. Союз нерушим республик, да. Учитель на арафного ученика за то, что тот щелкает ручкой. Ученик, которому нужно щелкнуть еще один раз ручкой, чтобы начать писать. Ну, ты как-нибудь попросись выйти и в туалете тихо щелкни, чтобы тебя не четвертовали там. И да, друзья, мне нужна от вас помощь. Помните, я участвовал в конкурсе на Лайфлибе? И я вышел там в суперфинал, и вот вы за меня голосовали, за книжку «Светлый человек», а они там взяли, гады такие, и обнулили все голоса для суперфинала. Поэтому, пожалуйста, один клик сделайте по ссылке в описании, перейдите и просто один раз ткните голосовать на книгу «Светлый человек». Если, конечно, вам понравился комикс или книга, или вообще вам нравятся мои истории, мои книги, мои комиксы, ну, то есть, мои, скажем так, моя литературная творчество, если вам интересно, то, пожалуйста, проголосуйте за меня. Вы очень сильно поможете мне продвинуться еще чуть-чуть в литературном мире, если я этот конкурс выиграю. Вот. Большое спасибо, ссылка в описании, и там реально от вас потребуется, ну, две секунды вашего времени, и все, не более. Спасибо большое. Учеба в техническом вузе. Философия. Я помню, проучился какое-то время в Миссисе. Это институт стали и сплавов, и факультет у меня был, что-то там обработка металлов какая-то, не помню уже. И там тоже была философия. На кой хрен? Кстати, меня с этого универа выперли. Ваш сын играет дни напролет вместо учебы. Вам надоели тройки, и то, что он кричит в микрофон в ходе онлайн забегов? Выход есть. Купите это чудо, которое точно подойдет для учебы и просмотра фильмов, но точно не подойдет для танков, доты и прочего. Ваш ребенок будет вынужден учиться, так как в слайд-шоу поиграть не выйдет. GeForce 6628 мегабит. И цена, смотрите, какая. Это прям символизмом попахивает. Нет, нельзя так делать. Это... Это кощунство. Даже я не посмел бы своим детям такое устроить. Кто-то умножить на ноль на ноль. Первоклассники. А что такого? Мне кажется, первоклассники знают, что умножив на ноль, все обнуляется. Обычная ситуация в учебнике английского языка. Выйди, мне не нужны люди не из тени. И что вы собираетесь делать с одной ногой? Побежите за мной. Так. Вот тут надо потупить. Подождите. Подождите, подождите. Вы тоже можете потупить, мальца. Из тени. А, ну типа, а смотрите, там дети сидят. Ну, типа, черные, теневые такие. Не знаю, ладно. А у Чуки одна нога нарисована. Понятно. Понятно. Ну, типа, ей не нужны дети, которые цветные, ей нужны и из тени дети. А он такой, у тебя одна нога, что ты не сделаешь? Забавно. Гугл. Я надеюсь, у меня в... Я надеюсь, у меня в параллельной вселенной все хорошо. Ну, хоть там у тебя будет все хорошо. Когда была опубликована книга 100 авторов против Эйнштейна. Попытка опровергнуть теорию относительности Эйнштейна. Он ответил. А почему 100? Если бы я ошибся, было бы достаточно одного. Да, теорию эволюции также пытаются тоже опровергнуть до сих пор. И только каждый раз она становится все крепче. Старый флаг Ливии. Дизайнер, это немного, но это честная работа. Да, флаг Ливии старый, сейчас там другой. Единственный флаг в мире, который просто, ну так это, заливку так, чик, в пенте. И оп, все зеленое. Серьезно, единственный флаг, который составлял просто, был сделан из одного цвета, составлен. О, Господи, это как вообще? Это же неудобно, что вы? Что за глупости? Я заплатил большие деньги за онлайн-курсы. Мой агент ФСБ, по сути, получив эти курсы бесплатно. Да кому-то нужен агент ФСБ, блин. Ко мне подошел племянник, семь лет, и сказал, смотри, я сделал бинокль. А я ему отвечаю, неплохо, но смотри, что делают дети твоего возраста в Китае. Я думаю, это, конечно же, шутка, потому что детский труд в Китае наверняка запрещен. Двадцать первый век. Голосовая помощница Алиса. Девятнадцатый век. Голосовой помощник Захар. В девятнадцатом веке не каждый мог позволить себе голосового помощника. Зомби против ребенка. Если что-то общее. Житенькие растрепанные волосенки, неполный комплект зубов, уделение изо рта, нереча фигня какая-то, грязные ногти, запах вызывающий потерю обоняния, постоянно хочет жрать, неопрятный внешний вид, беда с моторикой и координацией, еле ходит, а также жрет все, что попадается, стремится к уничтожению мира, будет среди ночи, может превращать людей в зомби. Я уверен, что у девяносто девяти процентов, кроме сейчас моря, детей нет, но поверьте мне, это истинно написано. Периодическая таблица Менделеева. Ученые предлагают новый способ упорядочения элементов. Я, который наконец-то выучил все 118 элементов по порядку. Годы обучения в Академии потрачены в пустое. Учись заново, падла. Млекопитающие рептилии. Что? Глаза, в общем, с глазами связаны. Хотя нет, это что, четыре глаза, что ли, млекопитающих? Три. Не знаю, не понимаю, в чем прикол. Если вы поняли, пишите в комментариях, я бестолково не могу понять. Всадники окопались. Я достиг комедии, забавно. Я технарь, гуманитарий, хим-био. Человек, который знает много, но очень плохо. Дилетант широкого профиля, короче говоря. Вот, я все время знал, что химию и биологию нельзя отнести к гуманитариям. Это что-то третье обособленное от гуманитарных и технических наук. Что-то между. Потому что химия и биология это полезные науки, не то, что всякие там гуманитарные филологии. Реально, от филологов пользы миру, как от меня приблизительно, как от блогера. Так что мы с филологами примерно на одном уровне стоим. Бесполезные члены общества. Умный, но стеснительный студент. Глупый, но уверенный в себе студент. Идеальная пара для презентации. Википедия. Объясняя все остальное. Википедия. Объясняя математику. Я когда учился, не было никаких википедии и математику мне объясняла моя училка. Насколько я знаю, в кубике учатся в кубике. Колумбийский университет? Что за кубик? Учатся более трехсот... Ты тысяч студентов. Если каждый скинется всего лишь по 20 рублей, то я куплю себе приору. А если по 50 рублей, то мерс. Эта мысль не дает мне покоя. Вот отвечает ДК, ну, ходи отсюда. А у меня на канале три с половиной миллиона подписчиков. Если каждый скинется по три миллиона рублей, то я буду... Шучу. Ближайшая звезда к Земле. Яндекс говорит Солнце. Гул говорит Проксима Центавра. Ну, вопрос поставлен к Земле. Если бы ближайшая звезда была к нашей Солнечной системе, то да. Но и то не Проксима, а там Альфа Центавра, это тройная система, там три звезды, вот так вращаются все три. У Люци Синия есть книга «Задача четырех тел», кстати, рекомендую там про это. Ну, то есть, если бы, да, ближайшая звездная система к нашей Солнечной системе, ну да, получается Альфа Центавра, в число которых, которые входят и Проксима Центавра как звезда, а Альфа Центавра — это система тройная. Вот. А если вопрос ставится в ближайшая звезда к Земле, то, конечно, Солнце. Для многих будет удивление, окажется, но большинство звезд, которые вы видите, просто вот с Земли смотрите, на Ночное Небо, большинство звездных систем являются бинарными, то есть там две звезды вращаются одна вокруг другой. Ну или в зависимости от их размера. Может, одна вокруг другой могут вокруг общего центра вращаться. В общем, две звезды там примерно, ну, около 50%, да, звезд двойные. Никто. Статуя Свободы. Что, типа... А, ну она позеленела, она, по-моему, изначально не была такая зеленоватая. Уважаемые жильцы, с 1 января 2021 года в вашем доме будет отключен Adobe Flash Player. Жилищно... Что-то там, короче, ЖЭК. Население деревни Манови небраска составляет один человек, Элси Эйлер. Она является мэром, платит себе же налоги, сама себе выдает лицензию на продажу алкоголя. Нормально, мэр, ничего себе. Знаешь, с тех пор, как ты начал читать много книг, ты начал разговаривать как дурак. Отнють. Кто-нибудь говорит слово отнють? Ну, это же как... Проще сказать нет. И, слышь, ты чё? iPhone 7, Windows 7, iPhone 8, Windows 8, iPhone X, Windows 10, да, iPhone 10, Windows 10, цифра 9. Если я какая-то конкретная причина, по которой ты меня презираешь, скажи мне формулу оксида азота. Но? Хорошо, тогда скажи мне формулу гидрита натрия. Нах. Хорошо, тогда скажи мне хотя бы формулу гипобромита натрия. На, бро, спасибо, бро. Диспетчер, значит, Windows не отвечает. Я, похоже, мембил, только там подпись была, типа, к такой дичи меня жизнь не готовила. Папа, почему деревья не растут до неба? Это же элементарный, сынок, вот, смотри, высота X, ой, ой, господи, я не хочу это всё читать. Хотите, можете читать. Ну, в общем, в конце ребёнок пишет, что ему всё понятно, а папа говорит, не тупи больше. Чем вы будете обрабатывать раны? Водкой, землёй-матушкой, ампутацией. Обрабатывать рану ампутацией. Как на физру, так формы нет, а как коммунизм строить, так и все в Адидасе. Умные мысли часто преследуют его, но инерция быстрее. Это хорошо, что он ещё не помер. Когда считаешь силу притяжения, она получается отрицательной. Кстати, учёные не отрицают возможность того, что существуют объекты с отрицательной массой и имеют отрицательную силу притяжения. То есть, как представить отрицательную силу притяжения? Ну, то есть, ты не притягиваешься к объекту, как мы к Земле притягиваемся, а отталкиваешься от объекта. Но вот как представить себе объект, имеющий отрицательную массу, я не совсем понимаю, как это будет выглядеть. То есть, даже вот, не знаю, кладёшься на весы предмет, даже, получается, положить не сможешь предмет, потому что он, по идее, будет отталкиваться от Земли, от нашей объекции отрицательной массы, имеющей отрицательную гравитацию. Ой, ладно. Если бы вы могли вернуться в прошлое, то в какое время вернулись бы? Девушки, я твоя внучка. Неужели, парни? Я бог огня. Главное, не вернуться в средневековье, потому что тебя за такое могут признать колдуном и бросить на костер. В костер. Сайнц. Наш пароль от Твиттера – последние семь цифр числа пи. До сих пор никаких хакеров. Я. Хорошо владею языком программирования Си. Проверяющий. Тогда напиши «Привет, мир!», используя Си. Я. Hello, world! Ну да, он же Си использовал. Кстати, когда создается какой-то новый язык программирования, то по традиции, насколько я слышал, положено писать первым фразу «Привет, мир!», типа вот, он появился. Но я не программист, я не знаю, кто программист, и скажите это, правда так или нет. Сколько плиток не хватает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И что тут сложного, блин? Кто лучшая страна в мире? Кто лучшая страна в мире? Кто лучшая страна в мире? Государство Швеции? Нет, Россия лучшая страна в мире. Без шуток. Я люблю больше всего Россию. При всех ее минусах, я считаю Россию лучшей, самой лучшей в мире страной. И знаете, я думаю, так считать может только человек, который умеет смеяться над самим собой. Вот если вы над собой смеяться умеете, если вы умеете иронизировать, то вы можете считать нашу страну самой лучшей при всех недостатках. Потому что мы с вами клевые. Не забудьте проголосовать за меня, если, конечно, есть у вас желание поддержать мой литературный проект глобальный, масштабный, а суть его в захвате мира своими книгами. На Лайфлибе, значит, голосование проходит. Вышел я в суперфинал и соревнусь я там с крутыми чуваками, в том числе с Стивеном Кингом. Можете проголосовать за меня, за светлого человека. Я буду вам признателен. Ну а что, Стивен Кинг уже добился всего? Пускай дорогу молодым уступает. Типа меня. Ладно, ребятки, спасибо за просмотр. Всех вас люблю. Ссылка в описании. Поголосуйте, пожалуйста. Пока-пока.